МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето, как известно, время отпускное. Но лето также время научных экспедиций. Университетские биологи, археологи, геологи стремятся как можно глубже и шире познать историю и природу нашего причерноморского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нынешняя экспедиция была частью программы «Морские пещеры Украины», которая производится уже в шестой год. Я являюсь участником данной программы. И в шестой год мы участвовали, ездили по объектам, смотрели проявления, абразионные карты проявлений, то есть гротов, пещер. Начиналась наша программа с острова Березань, по крайней мере для меня она началась, острова Березань. Вот постепенно, постепенно мы дошли до Крыма. Крыму... Фактически до России. Фактически, да, до России. В Россию мы еще не вошли, но... Но вы будете координировать и... Ну, мы постараемся потихоньку, как-то, постепенно. Мы собираемся развиваться, мы ищем контакты не только с российской стороны, со стороны Болгарии, Румынии, чтобы... То есть у вас очень всего приспекта, да, как я понимаю? На самом деле, данная тематика, она приводит не только мы в Украину. У нас есть, как сказать... Ну да, в природе нет границ. В природе нет границ, и данные проявления, они есть везде. Если они есть здесь у нас, в Крыму, и они довольно шикарные, довольно интересные, довольно красивые. Почему они не могут быть в Румынии, в Грузии, в России, в Белгарии? Ну, я второй раз участвую в этой программе по исследованию морских пещер. И хочу сказать, что это на самом деле оказалось с точки зрения биологии белое пятно нашей науки. Потому что за два... То есть я снова открылся, потом дело как бы и не шутя. Абсолютно не шутя. За только прошлый год, ну и рекрессировочные вылазки предыдущих лет, в пещерах удалось открыть невероятно редкие виды животных, и найти вообще один новый для Черного моря вид Актинии, который уже изучен окончательно, достоверно известного названия. То есть новый для Черного моря. Это вид известный Средиземного, но новый для Черного моря. Этот год принес, принесет, я так полагаю, тоже массу открытий. Одно из них, ну, скажем так, полусенсационное, потому что впервые вообще в истории Черного моря нам удалось снять пещеров тюленя. Какого тюленя мы сейчас не можем точно сказать. Либо это молодой тюлень монах, либо тюлень, который переплыл из Атлантики, или через Средиземное море серый тюлень. Ну, если вообще в Черном море, да? Ну, я расскажу про тюленя отдельно. То есть, в принципе, только вот сразу же можно сказать, что есть уникальные данные, первые в истории Черного моря и Украины, можно сказать, съемки, подводные съемки тюленя в его природной, естественной среде обитания. Потому что до этого были только отдельные фотографии, там торчащие головы, где-то плотные фотографии на песке и так далее. В этом году мы спланировали намного больший маршрут. Он охватывал восточный Крым, начиная с Азовского моря, с Казантипа и других, без лежачих интересных мест. То есть, охват сбора материала намного больший. И потом обработка этого материала, я думаю, придет к открытию еще таких интересных вещей. То есть, оказалось, что пещеры до сих пор, морские пещеры, которые находятся на побережье Черного моря, биологами практически не изучались никогда. То есть, литературных данных, публикаций по фауне, по водорослям этих пещер, нет, не существует. Мы сделали уже несколько публикаций, несколько публикаций выйдет сейчас, в ближайшие несколько месяцев, реконсировочные, которые дадут первую информацию, толчок. И дальше, дальше эта тема, я думаю, нам и будет развиваться. Мы первую неделю экспедиции провели в Восточном Крыму. То есть, начиная с Азовского моря, с Казантипа, в районе Феодосии, Керчи и вся восточная оконежность. А вторую неделю экспедиции провели на Тарханкуте. То есть, мы завершали недоделанные в прошлом году исследования. Потому что там пещер очень много. И исследование каждой занимает несколько дней. постармальное, поэтому часть была потрачена на это. Ну, если начинать с самого начала, вот интересно, мы приехали, как бы, с дороги на место, в котором никогда многие из нас не были, на Азовском море. Красивейшие места по природе, великолепные травостой, которые, правда, уже высохшие в этом году были, но все равно еще по балкам цветущие, цветущие остеи практически не тронуты, а очень мало людей. Интересные места, катакомбные там есть. Мы побывали в местах, где огромное скопление летучих мышей. Тысячи и тысячи летучих мышей, и это в какой-то там нескольких десятках метров от кромки моря. То есть, фантастически интересное место. Ну, и таким интересным моментом было, что те места очень опасные. Для вообще людей, для побывающих там в палатках. Потому что первый же день экспедиции вокруг лагеря в нескольких десятках метров я собрал то десятка каракуртов. Вот они здесь есть, да. И утром у себя в палатке обнаружил под чехлом палатки самку каракурта. Последние несколько лет вспышка численности по всей Украине каракуртов привела к смерти больше десяти человек. И даже в одном месте, где мы были в Восточном Крыму, при нас там был случай, забрали девушку в больницу после укуса каракурты. Мы даже не знаю, спасли ее или не спасли. Поэтому вот первый же день в лагере каракурты. Ну, довольно напряженная ситуация такая. Да, да. Еще и в палатке они залазят, то есть вот так. Поэтому, как любая экспедиция, ну, я, во-первых, собрал, что он смог найти вокруг лагеря и порекомендовал побыстрее покинуть это место. Потому что, ну, 12 человек в палатках, это... А как потом выяснилось, оказывается, в Крыму в больницах не закупается сыворотка. Если в течение первых двух часов ввести сыворотку, то человека, вероятность, пустить почти 100%. А первые часы после укуса человек чувствует недомогание и не может не понять, что произошло. А потом уже поздно. А лечение может привести выздоровление, а может привести к детальному исходу. И таких случаев достаточно много. Поэтому рисковать не стоит. То есть мы с максимумом осторожностью Вокруг палаток это все пособирали. Ну, как я сказал, приключения не всегда должны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впервые мы исследовали пещеры на Азовском море. Они не такие, возможно, красочные и глубокие, как на восточном стриме, на Картанкуте. Но опять же, я повторюсь, что никто никогда не исследовал пауну и микрофлору этих пещер. Так на Азовском пути они интересны? То есть в том, что там более обрывистые, высокие берега и глубина, вот как бы сразу обрыв и глубина может от 6 до 15 метров достигать. Шагнули сразу 15 метров. На Азовском море глубины поменьше, то есть там где-то можно ходить пешком, по шею, по поясу, где-то ходить в эти гроты. Но, невзирая на то, что они доступны, почему-то до сих пор их не изучали. А жизнь достаточно богатая, обильная именно на стенках этих пещер. И это тоже. Это жизнь, которая находилась выше воды, то есть в воздушной части, а подводная часть... А жизнь не очень до водоросли. Только водоросли. Там и водоросли, и беспозвоночные самые различные. Те же боляны сорокеобразные, они до полуметра выше уреза воды обитают. И ждут шторма, когда можно покушать. То есть когда волна будет на них накатывать, в тот момент они будут кушать. Когда волны не будет, они закрываются и ждут очередного шторма. А вот эти ракушки. Ну, здесь как бы... Красивые. Красивые ракушки. Но что вообще сказать по Азовскому морю? Вот для меня было открытием, что на сегодняшний день Азовское море это царство Вселенцев. То есть практически местные виды, которые там обитали, вытеснены видами Вселенцы. Вот это Вселенцы? Вот этот моллюск Туниарка или Анадара, это Вселенец. Кстати, хоть он и фильтратор, как здесь творчатый моллюск из рода царстодера, но этот не очень полезный для Черного моря, потому что кроме полезной функции фильтратора, он является плохим объектом питания для наших видов рыб. Потому что у него твердая створка, и наши пучки, которые привыкли питаться тонкостенными царстодермами и другими видами, не могут его употреблять в рыб. То есть тут как бы двоякое отношение к этому виду. Было интересно увидеть, что очень много оказалось и голландских крабов в Азовском море. То есть огромное количество. То есть вот на Одесском, допустим, побережье, на Одесском побережье голландские крабы практически перестали встречаться единично, а там они доминирующие виды. То есть тоже вид вселенной. Гребешки – это с восточного Крыма, с Картанкута. Очень приятно, что этот вид начал восстанавливать свою численность. То есть на глубинах за 12-15 метров им достаточно много стало. Невзирая на то, что Рапана съела все лидии, стало больше гребешков. Но она и до них добирается. То есть мы неоднократно наблюдали, как Рапана съедает гребешков. Но благодаря тому, что они могут передвигаться, хлопаясь творками, то есть они могут убегать от Рапана. Вот их численность… Да, у них на манте есть мелкие глазки, и когда Рапана подползает, гребешок начинает хлопать с творками. Так он понимает, что ему будет опасно. Конечно, конечно, и убегает. Благодаря этому их численность увеличилась, и, слава богу, достаточно много стало. Надолго ли будем наблюдать, но это приятный момент. Очень интересно. Вообще, как для меня, начинающего гидробиолога, было очень интересно, из точки зрения, как узнать для себя что-то новое, и помочь моему научному руководителю будущему, надеясь на это. И вообще, как для меня… Это первая ваша экспедиция, да? Да, моя самая первая, надеюсь, не последняя. Было очень интересно общаться и с людьми, и познавать что-то новое для себя. Ну и сама природа. Ну и природа, слава богу, была за нас. Так что жаловаться. И что, курсовой проект это будет по этим материалам? Надеюсь, что да. И вообще, для меня… И вы будете придумывать. Мы будем продолжать, естественно. Это наша была шестая крупная экспедиция, и четвёртая крупная экспедиция. Значит, когда эту программу я верстал пять лет назад, и один из учредителей программы является наш университет имени Мечникова, мне наш проректор Револицы сделал замечание, почему вы однобоко подходите только к геологии и стилеологии. Надо расширить спектр. Ну, раз сказано, я включил туда гидробиологию. Значит, порядка 60 новых подземных объектов мы нашли. Часть большие, часть маленькие, очень интересные. Я надеюсь, мы с вами еще встретимся, когда она будет обработана. Вот. Ну, сейчас самые броские результаты, которые видны сейчас, это, конечно, гидробиология. Это опять показывает наше содружество и неразрывность. Значит, это образцы из кищен, это натёки из карстовых полостей. Видите, причудливая такая форма. Вот они как окружаются и всё. Но почему биология? Они покрыты водорослями, которые живут, в общем-то, в подземных условиях. И поэтому здесь двойная форма – это геология, покрытие – это гидробиология. Вот. И поэтому этот образец, можно сказать, символизирует, как вроде, нашу неразрывность по работам. Это образцы из полузатопленных гротов. Они имеют, ну, двойной интерес. Во-первых, это кальцитовые вторичные образования, и что образовались ещё в кубоэральных условиях на суше. А во-вторых, сейчас, будучи на уровне моря, они покрыты налётом водорослей, которые живут, в общем-то, ну, не в полной темноте, но в достаточно затемнённых условиях. То есть это объект двоякий. Горобатская стрелка, Казантип, Неразькие пляжи, Керчь, Афук, Меганома Чауда, Орженикидзе, Кородак, Меганом. Вот этот вот весь участок смотрели. Успехом экспедиции ещё раз хотел бы подчеркнуть. Мы во многом обязаны нашим бескорыстным спонсорам, которые помогали экспедиции. Это я хочу сказать фирмы «Идеал», фирма «Тезей», фирма «Фортуна». Вот потому что всё наше. И «Винкот». Вот эти фирмы снабдили нас продовольствием, потому что мы всё делаем за свой счёт, государственной поддержки нет. Но сейчас время такое, университет нам помочь не может. Всё это сбрасывается из своего кармана. Вот и поэтому помощь продовольствием, которое нам обожали эти фирмы, ну колоссально. Просто на то, что иначе мы их не потеряли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok